Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Сегодня я расскажу еще о плетении фикусов, но сегодня будет круговое плетение в теме. Устроюсь сразу поудобнее, чтобы было хорошо видно и показано. Это растения, так же как и предыдущие плетения решеткой, они одновременно были привезены и посажены, высажены в июне месяце этого года. Высажены уже большим деревьям по 4-5 лет. И посмотрите, пожалуйста, здесь уже у нас плетение круговую. Видите, чем оно отличается? Совершенно другой эффект и красивый, очень необычный вид. Напишите, кстати, в комментариях, нравится ли вам вообще плетение фикусами. Начинаем снизу. Берем 8 саженцев и высаживаем их по кругу. Расстояние между саженцами так же делаем по 5 сантиметров, для того, чтобы впоследствии при развитии им было куда расти. То есть через несколько лет у них практически вот это все сомкнется и останется только вот эта вот фактурная графика. Начинаем плетение. Берем проволоку. Проволоку можете использовать, конечно, веревочку, но на первом этапе работы для удобства лучше использовать проволоку. Четыре формы по два растения вместе. Берем, начинаем снизу. Хотя это и круговое плетение, но у кругового плетения так же мы соблюдаем несколько этапов фиксации. Первый, второй, третий, в зависимости от высоты уже ваших изначальных саженцев. Делаем первое срастание. Примерно это на уровне 5-7 сантиметров от самой почвы, от корней. Перевязываем, фиксируем удобнее проволокой. Ваш вариант, какой хотите выбирать, можете первоначально фиксировать изолентой. Обратите внимание, в плетении обязательно у нас должна быть переплетено. Но не положено друг на друга, а обязательно они должны друг за друга заплетаться. В косе это намного проще, можно сообразить, как там, потому что, ну, все девочки, я так думаю, имеют заплетать косу, и не только девочки. Поэтому там проще сообразить, как идет сам процесс. Здесь, в круговом. Смотрите, когда вы уже посадили в горшочек, только после того начинаем плетение, когда уже у вас зафиксировано в круговую 8 растений. Первый берем, скрепляем, и у нас идет верхняя. Обратите внимание, на следующем, она пойдет вниз, под ветку. Следующая, она идет над веткой. Над следующей веткой. Под веткой, над веткой. Вы, получается, что загибаете, и одна ветка у вас вот таким вот образом, как змеей изгибается. Фиксируем на первой стадии, проходим в круговую. У нас фиксация круговая точно так же, как если у вас эта ветка, следующая, идет вовнутрь. То есть, чем симметричнее вы свяжете, тем эффективнее будет вот этот вот сам рисунок. Видите, она как по спирали смотрится. Закручена как бы спиралью. Если соблюдать вот эти вот несложные правила плетения, то вы добьетесь такого же эффекта. Обязательно. Если у вас нижняя ветка вверх пошла, обратите внимание, то рядом стоящая ветка, она будет вниз. Через ветку, ветка вверх. Сам саженец вверх. Опять, следующий саженец. Если мы берем вниз, вот здесь видите, саженец вниз направлен. И вот этот рядом стоящий саженец, он направлен вверх. То есть, вам важно соблюсти именно чередование, чтобы выдержать вот эту вот форму спираль. Точно так же зафиксировали здесь. Переходим ко второму ряду. Второй ряд выдерживаем, если у вас эта верхняя ветка была. Видите? Если эта верхняя ветка была, то вы ее пускаете вниз под веточку. А если вы пускаете, то следующая ветка у вас, значит, получится на этом плетении. Сверху. В следующий момент она выйдет вверх. Здесь вот даже была в моменте травмирована. Можно даже вот пронаблюдать. Фиксируем второй слой, точно так же скрепляем, соблюдая вниз-вверх. То есть, переход. Один раз у вас ветка вниз-наверху, если она наверху, то обязательно в следующий раз она пойдет вниз плетись. И затем, скорее всего, на начальной стадии у вас будет два или три плетения, три перехода, три перехвата. Начинаем убирать проволоку и зачищать ствол аккуратно, либо острым ножиком, либо канцелярским ножом. С одной стороны в месте, где они будут срастаться, и с другой стороны на одном саженце и на другом саженце скрепляем их, перевязываем веревочкой. Либо это веревка обыкновенная, либо это синтетическая нить. И переходим к следующему. Здесь опять смотрим. Сначала делаем полностью первый ряд и смотрим, если получаются какие-то небольшие смещения, то именно в тот момент, когда вы уже нижний ряд закрепили, переходим к второму ряду и точно так же зачищаем с двух сторон аккуратненько, перехватываем веревкой, заматываем и оставляем небольшие кончики для того, чтобы можно было немножко потом подраспустить эту веревочку, ослабить. Тогда у вас растение уже начнет расти и развиваться. И сверху обязательно, не забываем, когда уже сформировано, прищипнуть, чтобы каждое растение росло и развивалось как можно одновременно. Не получилось, что где-то одно главное, а остальные второстепенные. Прищипнули все, сформировали небольшую такую крону и полив. С вами была Георгиевская Татьяна. Желаю вам красивых круговых плетений викусов. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!